Представляю вашему вниманию проект под названием Beacon Hills, сервер HardRP и СЮЦП регистрации на сайте. На сервере большое количество площадок для игры вашего персонажа. Именно на проекте Beacon Hills вы сможете укунуть с головой в игровую атмосферу. Присоединяйся, ссылочка находится в описании этого ролика. Субтитры делал DimaTorzok И частенько ходят парой. Один не может обходиться без другого, но финальная часть имеет совершенно другой исход. Но об этом чуть-чуть попозже. И начнем мы с Марка Уэйна, он же главный в этом дуэте. Бидап, так его все кличут на районе. Что же означает бидап? Бидап это игра слов от слова бидап, что означает избивать или избиение, что-то типа того. Бидап бывший член банды Гроу Стрит, но наркотики делают свое дело. После распространения наркотиков по улицам Гентона, бидап подсаживается на них. Параллельно с этим он и сам начинает заниматься наркоторговлей. Также и подсаживает на наркотики своего кореша Барри Торна. Бидап заставляет делать Барри разные неприятные вещи. Но об этом во второй части моего рассказа. Дела у нашего бидапа шли в гору, и он обоюдно сотрудничал с бандой Балас. До той самой поры, пока в его дверь не постучал Карл Джонсов вместе с Райдером. Цель СиДжея была переманить бывшего суизника на свою сторону. Но как и полагалось, она не обвенчалась успехом, так как весь его наркобизнес имел прямое отношение к враждебной группировке Балас. И переходить на сторону СиДжея в этом случае было для него просто невыгодно. После разговора с СиДжеем, Бидап дает заднюю и переезжает на Глен Парк, ближе к группировке Балас. Чежий встречает его с распростертыми объятиями. Он там чувствует себя как дома и продолжает свое дело. При этом полностью отрекается от банды Гроув Стрит. И в дальнейшем более не участвует в жизни банды. А наоборот, становится скорее всего для нее неким вредителем и поставщиком наркоты для всех бандитов Гроув Стрит. И второй частик нашего скромного дуэта это Биг Бир, он же Большой Медведь. Он же Барри Торн, некогда уважаемый член банды Гроув Стрит. Барри был близок с семьей Джонсонов, в частности с Карлом и малышом Брайном. Именно так он его называл, пока тот был жив. Но после того, как Карл Джонсон покинул родной Лос-Антос, а Баласы запустили свой наркотрафик по улицам, Барри не смог устоять от соблазна попробовать экзотический сорт и конкретно подсел на него. Жизнь его превратилась в сущий ад, от дозы к дозе. С тех самых пор отношение к Медведю только ухудшилось. Он отрекнулся от банды Гроув Стрит, так как знал, что торчкам Ванде не место. Это его и связало с Бейдапом. Как и рассказывал ранее, он был наркодилером, а Барри нуждался в наркотиках. Поэтому делал все, что скажет Бейдап. Выполнял его каждое поручение. Барри убирался в квартире Бейдапа, травил туалет и делал всю грязную работу. Главной для него в жизни стали наркотики. Вот так парни из Гроув Стрит потеряли своих людей, которые на протяжении долгого времени считались семьей. Но как я и говорил, наркотики губят жизни и с ними связываться ни в коем случае не стоит. У этой, стало быть, грустной истории есть и другая сторона. После всех законченных дел Сан-Фьерро и Лас-Вентурас, Карл возвращается в родной Лос-Сантос к брату Свиту, дабы встретить его и везти подальше от преступного мира, завлекая его тем, что у Карла дела идут только в гору, на что Свит отказывается и не хочет покидать родной дом, уговаривая Карла вернуть Гроув Стрит было величие, вернуть всех тех, кого они потеряли, в том числе и Большого Медведя. При этом, проучив Би-Дапа, который в отсутствии Свита подсадил братков на наркоту. Приехав на квартиру в районе Гентона, от паренька узнают, что Би-Дап здесь уже больше не живет. Карл и Свит отправляются в Гленн-Парк, где и, собственно говоря, сел наш Би-Дап. Он же под жестким натиском рассказывает Свиту, что работает на Биг-Смоука, при этом все чуть ли не оборачивается летальным исходом для Би-Дапа. Но тут же он вспоминает о своем верном прислуге и заставляет выйти его против Джонсона за пакет очередной травы. Но не тут-то было. Медведь не выдерживает и высказывает в лицо все то, что когда-то держал в себе. Бьет в лицо Би-Дапу и просит Си-Джея взять его обратно в Гроув Стрит, на что Си-Джея дает согласие и Медведя увозят в поликлинику, дабы излечить его от наркозависимости. К сожалению, дальнейшая судьба Би-Дапа так и неизвестна, но ходит слух, что он до сих пор жив. А Большой Медведь, возможно, вылечился от наркозависимости и вновь стал почетным членом банды The Grove Street. А на этом у меня все. Если вам понравился данный видеоролик, не забывайте поставить лайк, подписаться на канал и написать в комментариях, что, по вашему мнению, могло произойти с Би-Дапом. Мне будет интересно почитать. А с вами был Хик, всем удачи и пока, гангстеры!